А спонсором сегодняшнего видео является мой второй канал, где уже вышел первый ролик. Ссылочку найдёте в описании, переходите, подписывайтесь и, конечно же, передавайте от меня привет. ТОП. ПЕРВЫЙ ДЕЛО Всем привет, друзья! Совсем недавно я заметил один довольно интересный факт. На этом канале мы стали очень редко говорить о настоящем трэше. И если вы ждали, что я скажу, что мы возвращаемся к обзорам на трэш, то нет, я такого не скажу. По крайней мере, пока, ведь следующий фильм на обзоре будет действительно трэшовым, но не сегодня. Данный фильм я не могу назвать трэшом, потому что он им не является в полной мере. Да, он довольно странный, но по-своему интересный. История же не сказать, что дико оригинальная, но она не заезженная. Вообще, фильм имеет две глобальные проблемы. Первая – это слишком тихая звуковая дорожка. Настолько тихая, что я врубил полную громкость в проигрывателе, на компе и на наушниках. И при этом звук был, ну, нормальный. Ни громкий, ни тихий. Правда, я потом немного охренел, когда забыл убавить громкость и залез на YouTube. Но неважно. Вторая – это чертовски тёмная картинка. Конечно, не такая, как в тёмном этаже, но не сильно лучше. Короче, хорош болтать. Тащитесь, сколько ничего пожевать, усаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Фильм встречает нас с телефоном, на котором открыт сайт знакомств. А нет, это, оказывается, пророка для поисков пассажиров. Ну, ошибся, с кем не бывает. Вы за камень? Да. Собственно говоря, Путин предстоит не близкий, поэтому таксист по классике заткнуться не в состоянии и болтает безумолку. Ваша мама Савада, а вы тут по работе или на отдыхе, или и то, и то? Мы едем в какие-то дебри. Так ваш отец фанат природы? Я иногда несносный болтун. Ну и заехали же мы. У вас хорошее фото в профиле. Очень удачное. Люблю приключения. А нахер ты ходить не любишь? Заткнись, блин, и дай стерве поспать. Удалось поспать? Сука, твою мать. Бля, как он болтает. Слава богу, он хоть не рассказывает, что он бизнесмен, а такси это так, хобби. Долго еще? Ам, где-то минут 20. Ну, это как посмотреть. Если, к примеру, у них сломается неожиданно машина, то их приключение может чуток затянуться. Ты не спишь? Водитель до ужаса жуткий. Водитель немного странный. Теперь же водила по имени Спенсер заезжает не туда, и Ками тут же начинает возмущаться. Но все напрасно, ведь он просто поехал по другому маршруту. Теперь Ками решает также немного поболтать и выяснять, что водила любят поохотиться на животных, но оружие он не любит. И как вы охотитесь? Как наши предки? С луком и стрелами. Послушай, так бред. И тут вдруг, вот какая ирония, в какой-то глуши телефон приказывает долго жить. Осторожно! Но, к счастью, они никого не сбили. Однако, кто-то этот фильм все-таки покинет прямо сейчас. А именно, машина Спенсера. Что такое? Как будто аккумулятор сдох. И Ками считает, что Спенсер ее разыгрывает, но как бы не так. А следом, наша главная героиня рожает просто великолепную идею. Давай ты останешься, а я пойду за помощью. Великолепный план. Не то слово. Хрупкая девушка пойдет бродить ночью по дороге, где, черт подери, нет даже ни единого фонарного столба. Конечно, почему бы не пойти на поиски помощи? А вось на нее не нападет какой-нибудь волк, кабан или вообще гризли. А почему нет? Они все-таки в Канаде находятся на минуточку. В лесу мне будет спокойнее, чем здесь. Ну и вали нахрен, подумал Спенсер, и подарив ей фонарик, залез обратно в машину. А Ками потом была с чемоданом в лес. Кстати, эта курица ему так и не заплатила. Объезд. Иди дальше, раз такая смелая. Ну, она действительно смелая, раз продолжила путь. Но смелость не означает умность. И Ками умудрилась притопать обратно к машине. Твою же мать, я сделала круг. Может, не туда свернула? Я не сворачивала вообще ни разу. Да, это довольно странно. Но еще и странно то, что к машине Спенсера кто-то подходил. Я подумал, это ты, но... Я буду ждать в машине, пока кто-нибудь не проедет. Можешь посторожить снаружи? Мне так будет спокойнее. А может, тебе будет еще спокойнее, если я посижу в машине, а ты постоишь снаружи? Или же, возможно, тебе будет еще спокойнее, если ты сходишь куда-нибудь нахер? Спенсер, кстати, знает дорогу. Да. Ладно. Вижу, он кретин. То есть ты будешь стоять и мерзнуть на улице, на, кстати, довольно жуткой улице, пока ее величество Ками будет с комфортом отдыхать в твоей, на минуточку, машине? Быть может, ты сделаешь ей еще массаж пяток, изгоняешь в лес, нарвешь ягод. Да пошла ты нахрен, сказал бы я, и залез бы обратно в машину, откинул спинку и спокойно себя отдыхал. На расслабоне, на чиле. Какого лешего я должен мерзнуть на улице из-за ее таракана в голове? Боишься меня? Ну иди гуляй в лесу, тебе же там спокойнее. В лесу мне будет спокойнее, чем здесь. И самое забавное то, что Спенсер согласился и такой. Можешь посторожить снаружи? Мне так будет спокойнее. Да. Ладно. А Ками тем временем в тачке решает немного пошариться и заглядывает в подлокотник, где находит кучу своих фотографий. Черт, твою же мать. Сразу же Спенсер ставит ее в известность, что намерен пройтись, в надежде найти что-нибудь интересное. И плевать, что этим уже занималась Ками и вернулась обратно. Но последний это на руку. Ведь она может, пока его нет, заглянуть в багажник и достать оттуда стрелу, чтобы можно было себя чем-нибудь защитить. Объезд. Что за фигня? Это, это зовется дорожным знаком. В автошколе не учили, что ли? Там страшновато. Можно я тоже в машине подожду? Да. Он еще и разрешение спрашивает. Интересный ты типчик, однако. А когда ты наконец ее довезешь до точки Б, еще не забудь спросить, можно ли тебе уехать. А дома позвони и спроси разрешение разогреть еду и поесть. Ночью лечь и поспать. На все нужно ее разрешение. Я сейчас тоже сделал полный круг. Ничего не понимаю. Ну, ты так-то полный круг не делал. Ведь в отличие от Ками, ты свернул в лес. Так что не надо нам тут по ушам ездить, ладно? Это еще что? Зачем ты их спрятала? Кто мог здесь их спрятать, кроме тебя? Не знаю, зачем ты это сделала, но это не смешно. И как это понимать? Я искала зарядку и нашла фотографии. Я их первый раз вижу. Ты всю ночь смотришь на меня, будто я серийный убийца, насильник или маньяк. А фото? Мои фотографии у тебя в машине? Да, короче говоря, фотки взяли да пропали. Но думать... А кто это сделал? Не, когда ведь из леса доносится чей-то жуткий смех. Поэтому это отличный повод заныкаться в машине и извиниться перед Спенсером. Я тебя не виню. Каждый раз, когда я еду с незнакомым водителем, то думаю, что он насильник. Извини. Да уж, ну тебе бы с такими проблемами к психологу бы обратиться, дорогуша. Ты ему в шею чуть стрелу, блин, не воткнула. Кто знает, что будет в следующий раз. Ничего. Я всегда боюсь, что пассажиры меня убьют. Так какого черта ты устроился работать таксистом? Это то же самое, что заниматься альпинизмом, когда боишься высоты. Или купаться в бассейне с крокодилом, когда ты боишься крокодила. В этом нет никакого смысла. Но нет, он продолжает работать таксистом, боясь, что его убьют. Потрясающе. Давай размышлять логически. Фотографии, знаки. Тут точно кто-то есть, и он хочет нам что-то сказать. Капец ты умная. Вот только проблемка в том, что никто из вас никого не видел и не слышал. Окей, надпись на стекле еще можно не заметить, как ее наносят, но фотографии-то. Они то появляются, то исчезают. И в машине никого не было только в последнем случае. И, соответственно, логика здесь не особо-то поможет, потому что с вами играется явно не человек. А если и человек, то это должен быть какой-нибудь японский ниндзя сотого уровня. А может, какой-то урод просто решил приколоться? Или какой-то урод решил нас убить. А как фотографии попали в машину? Как они раздобыли мои фото? И, главное, зачем они их тут спрятали? Может, чтобы ты решила, что я психопат? И что-нибудь сделала. А вот это уже очень даже не дурно, они сообразили, надо признать. Если бы нас хотели ограбить, то давно бы ограбили. Если бы хотели убить, то давно бы убили. Но до этого наша парочка не догадывается. Вы спросите, а зачем до этого догадываться? А затем, чтобы понять, что те, кто их кошмарит, ничего сделать явно не могут. И бояться, соответственно, нечего. Ну, разве что скримеров, да. Пойду достану лукострелы. Что? Нет, нет, нет! Я взяла одну стрелу на всякий пожарный. Можешь посторожить снаружи? Мне так будет спокойнее. Было бы забавно, если бы она действительно его попросила поступить именно так. Ну, а чё, глядя на то, насколько она наглая, это вполне себе возможно. Что, не бросили? Чего? Что-то кинули в окно. Дорога закрыта. Идите обходным путём, чтобы заплатить Толмену. Тут же Спенсер замечает фары трактора, а верхом на нём какая-то загадочная женщина. Господи, помилуй. И тут она выдаёт. Мы в разных измерениях. Чего? Мы видим друг друга, словно мы рядом, но мы в другом месте. Спенсер, переведи на человеческий. Мы в его владениях. Короче, они якобы попали во владение Толмана. Некое существо, которое любит забирать жизнь тех, кто подумал о смерти. Чего? Женщина говорит довольно размыто. То ли Толман забирает тех, кто думал о своей смерти, то ли кто хотел кого-то убить, то ли кого-то, кто избежал смерти каким-то случайным образом. В общем, нихрена не понятно. И, судя по всему, Толман сам не может определиться. Ключевое слово здесь смерть. А чья смерть, это как-то, видимо, не важно. Пока не заплатите дань, вам не выбраться отсюда. Ему нужна смерть. То есть, если я все правильно понял, Толман загнал их в свои владения, но так и не увидел Спенсера и Ками. А раз увидел, то какого черта он до сих пор не внушил им видение. Окей, допустим, фотографии были видением, но это все? Все, на что способен Толман? Или последний любит потянуть время? Почему бы не внушить Спенсеру, что Ками это инопланетное существо, в которое нужно воткнуть пару стрел? Или Ками внушить, что Спенсер абузер, которого нужно убить? Храни вас, Господь. Теперь же Спенсер сидит в машине и с трудом сдерживает напор кирпичей. И чтобы наверняка их отложить, они решают пойти в лес на поиски Толмена. Знаешь, це ж просто супер клёвая идея! Значит, они идут по лесу, идут и тут натыкаются на какую-то хрень со свечками. А в мешке, оказывается, засел отец Ками, который тут же начинает болтать, что, дескать, Спенсер хочет завалить ее, так же, как и завалил ее отца. Ты убил моего отца. Если он вас увидит, то проникнет в ваши мысли и внушит вам видение, так что не позволяйте ему вас увидеть. Она просто дура. Ками, его нет. Он только что был тут. Но это просто галюны, оказывается. Сразу же позади Спенсера появляется Толман, но они принимаются бежать. Хотя, они-то шли в лес на поиски Толмена, но почему-то бегут. Короче, неважно. Добегают они по итогу до какого-то дома, где можно пожарить шашлыки и позырить телик. И, слава богу, драться за пульт не придется. Ведь теликов тут сразу несколько. А стало быть, Ками сможет спокойно себе позырить дом 2, а Спенсер посмотрит майора Грома. И довольно быстро они во всем разбираются, а следом решают вернуться обратно к машине. Даже не спрашивайте, на кой хрен они вообще сюда приперлись. Ответов, как всегда, нет. На улице Спенсер натыкается на свою маму, которую он якобы всегда ненавидел. Пошла ты! Ну, она пойдет, а Спенсер прямо за ней, так как хочет узнать, почему его мамаша наглоталась таблеток. А Ками также посетят галлюны в виде прошлого, когда ее бывший парень с ней переспал и свалил. Поэтому, собственно говоря, она считает, что все мужики абузеры. Да, кстати, он ее, оказывается, еще и бил. Ну, это так, не особо важная деталь. Следом, ее ждет еще несколько галлюцинаций, но она с ними справляется. Тут же подбегает и Спенсер, с которым они бегут через лес к автомобилю. Это еще что? Это очередная порция галлюнов, а дальше еще одна, и еще, и еще. И только когда они успели заклеить стекла машины пакетом для мусора, галлюцинации их отпускают. Или нет? И Спенсер продолжает отрицать все происходящее, ссылаясь на то, что это якобы галлюны и т.д. и т.п. Просто возьмет и отпустит. Я все сделаю гами. Если кто-то должен погибнуть, чтобы я выжила, то я не согласна. Да он и не собирался так-то жертвовать собой ради тебя. А он же маньяк, который изначально хотел тебя изнасиловать и убить. Че? Вот это поворот. Ну, надо сказать, что твист такой себе слабенький, вызывающий очень много вопросов. И самое очевидное из них, что мешало убить ее гораздо раньше. К примеру, когда они только свернули на эту самую жуткую дорогу. Или когда она спала. Или когда они были наедине достаточно долгое время. Или когда он узнал, что необходима чья-то смерть, чтобы спастись. Какого черта он так с этим тянул? Ну, собственно говоря, теперь Спенсер собирается уехать. Но машина что-то не заводится. Стало быть, Ками еще жива. И, идя в ее сторону, он давай рассказывать по классике все его планы и мысли. Я думал, ты мне нужна, чтобы выбраться. Вместе надежнее, верно? Сперва. Я думал, он пытается меня наказать. Потом я понял, что бога нет. Только Толман. Знаешь, а ему ведь даже не пришлось лезть ко мне в голову. Потому что он знал, что меня убеждать не придется. Это я брежу? Или ты? Что за хрень ты несешь? Ты идиот. Ты узнал, что ему нужна смерть несколько часов назад. И все это время занимался всякой ерундой. То отпустил ее с чемоданом в лес, будто знал, что она сделает круг и вернется. То сам ушел в лес, будто был уверен, что она не убежит. То сидел с ней рядом в машине, когда прямо около тебя лежат стрелы. То пошел с ней вместе в лес, где находился в идеальном месте для убийства. Причем не раз. Но при этом ты решил приступить к действию только сейчас. Да ты просто гениальный маньяк. Но на такого альфа-самца, как Спенсер, перцовый баллончик нифига не действует. И поэтому Каме придется приложить очень много сил, чтобы его завалить. И это при том, что она так-то ранена. Причем не слабо. И короче, ее нашла полиция и собственный отец. Ну и та женщина также решила приехать и поглазеть на то, как Каме затаскивают в машину. Фильм достаточно необычный. И вроде даже неплохой. Да, есть некоторые моменты, где он смотрится очень плохо. Но для такого фильма, у которого, очевидно, был очень маленький бюджет, все хорошо. И вроде тратили деньги грамотно. Я даже не постесняюсь порекомендовать его к просмотру. Конечно, будьте готовы к тому, что ничего дохрена оригинального вы не увидите. Но в целом вряд ли разочаруетесь. Да, финальный твист, будем честны, читается. Нам добрую половину фильма намекает, что Спенсер может быть маньяком. Вначале его лицо вообще тщательно скрывали. И очень много вопросов он задавал, причем личных, про семью и так далее. Так что сюжетный поворот довольно предсказуемый. Судя по всему, авторы хотят снять продолжение, потому что история Толмана не закончена. Но я бы, честно, не хотел смотреть на это. Почему? А потому что сам Толман мне показался не особо интересным. Ну, что он делает весь фильм? Только нагоняет всякие галлюцинации, хотя может действовать иначе. К примеру, как он шевернул камень в машину. Что мешало ему сделать что-то подобное. Да и вообще, если бы этот Толман не страдал хернёй, то он бы одного из героев убил с лёгкостью. Всё-таки слишком сильна у него способность. Но авторы решили как можно сильнее ограничить его. Что фильму на пользу определённо не пошло. А на сегодня у меня всё. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Ставьте комментарии, пишите лайки. И до следующей субботы. Суббота. Суббота.